ты давай уходить теперь подписывайтесь друзья привет коллеги по увлечению привет друзья скоро установится лед давайте сегодня поговорим как грамотно как успешно как перспективно ловить окуня со льда проведем небольшой ликбез для тех кто еще не знает как это делать а тот кто уже знает может быть подтянет свои знания или тоже получит какую-то новую информацию так начнем давайте сначала пару слов о тактике поиска окуня на льду а потом уже перейдем непосредственно к его техники как именно его ловить значит но для примера давайте я нарисую вот у нас береговая линия здесь у нас лед здесь у нас берег как обычно большинство рыболов делают они приходят сверлят допустим одну две лунки и начинают их облавливать облавливают облавливают ничего нет они переходят дальше и снова сверлят там подальше одну там две лунки и снова облавливают если сразу начать облавливать просверленную лунку то не всегда это бывает успешным потому что окунь может от скрежет и ножей ледобура уйти плюс появляется световое пятно которое может напугать рыбу бывает конечно удачные моменты просверлился и сразу попал на стайку окуни и они начинают активно клевать но обычно так происходит не часто поэтому наиболее перспективным способом будет следующий вы начиная от берега там на определенном расстоянии смотря какой у вас рельеф дна в этом месте вы сверливаете сразу там от 6 до 10 лунок шахматном порядке например здесь у нас глубина 1 метр дальше мы идем здесь два метра дальше мы идем здесь три метра и так вот о не спадающий идет свал высверливается сразу несколько лунок которые огибают свал когда на сверлили последнюю лунку возвращаемся к 1 и начинаем ее облавливать облавливать мы поговорим немножко дальше обловили первую лунку переходим ко второй потом к 3 4 5 6 7 к 8 если нет поклевок то делаем еще 5 6 7 лунок дальше также по свалу в различном направлении после того вот давайте я так разделю это у нас вот первая гряда лунок здесь вторая гряда лунок вот после того как вы прошли всю вторую гряду лунок мы возвращаемся к самой первой есть большая вероятность что если рыба крутилась рядом она вернется сюда когда лунку успокоится и начнет активно клевать расстояние между лунками должно составлять несколько метров то есть это не вплотную через полметра вы их насверлили вот таким способом облавливается свал понятно что когда глухозиме там лед толстый такой способ не будет работать но в начале когда лед там 10-15 сантиметров еще можно спокойно таким способом пользоваться и обычным ручным для добором они электрическим как сейчас у многих уже рыболов есть эта тактика поиска давайте теперь саму тактику облова успешную посмотрим как будет работать давайте нарисуем вот у нас дно и вот пусть у нас будет окунь здесь различный здесь здесь стайка окуней вот она собралась не принципиально можем мы облавливать балансиром или будем облавливать блесной это не принципиально кто что предпочитает я обычно миксую важно понимать что активный окунь который ищет свою добычу он будет хорошо брать на балансир который собирает рыбу с большого расстояния пассивный окунь будет брать лучше на блесну но балансиром можно будет работать так же как и блесной сейчас я это поясню сейчас у многих есть эхолоты и многие рыболовы пользуются зимними эхолотами маленькими карманными там наподобие практик и тому подобное давайте рассмотрим два варианта как ловить с эхолотом и как ловить без эхолота если у вас есть эхолот и вы по эхолоту четко нашли стайку окуня вы видите на какой глубине стоит окунь и начинаете его облавливать для того чтобы начать облавливать вот эту стайку окуня ни в коем случае не надо бросать балансир или блесну в эту кучу самой рыбы если вы забросите в стаю ее можно просто распугать окунь рыба любопытная поэтому начинать начинать облавливать лучше немного выше окуньков начинаем балансирить балансир им причем балансиром играем не активно так как рыбу мы уже нашли мы ее видим в эхолот балансиром мы просто мормышем мормышем как мормышкой или как блесной просто подыгрываем вот такими вот монотонными короткими движениями тройник у балансира если снабжен каплей это еще лучше капли вот это вот она болтается и окунь очень часто хватает именно вот эту болтающуюся капельку на тройнике вот рыбки видя над собой приманку начинают подниматься подплывать из любопытства и отдельные особи ее хватают то есть если же начать балансирить прям в самой стае балансир начнет крутиться гонять или там бить сверху по рыбе и это ее может спугнуть таким образом наблюдая в эхолот за рыбой можно облавливать ее чуть чуть повыше чуть чуть левее чуть чуть правее то есть вот такая методика облова с эхолотом теперь давайте мы представим что эхолота у нас нет и мы ловим вслепую мы начали облавливать лунки по нашей схеме первоначальной и нам надо найти рыбу если просто макать приманку в каждую лунку и переходить к следующей это не всегда приносит успех для того чтобы найти конкретную рыбу значит поступаем следующим образом опускаем приманку на дно и сантиметров 10 от 1 начинаем играть очень часто можно заметить что рыболов играет балансиром стандартной однотипной игрой взмах пауза взмах пауза взмах пауза но не всегда такая игра приносит успех потому что балансир хоть и активная приманка но сам окунь не всегда активный очень часто приносит успех как я уже говорил обычные мелкое мормышание балансиром и обходя каждую лунку надо пробовать различные типы игры вот мы начали облавливать лунку возьмем у нас здесь вот лунка и здесь у нас глубина 4 метра вот мы начинаем облавливать подняли на 0 3 метра и облавливаем балансиром вот на этой глубине облавливаем около 30 секунд минуты делаем подмотку катушкой поднимаем рыба у нас стоит ну допустим вот здесь если она есть поднимаем на 1 метр потом на полтора метра потом на 2 метра на 3 метра и так практически до лунки пока не увидим лунку нашу приманку и вот по такой методике надо обловить все лунки которые мы насверлили задерживаемся на каждой лунки ну не более там трех четырех минут поиграли здесь поиграли здесь поиграли здесь поиграли когда мы дошли до последней лунки и начинаем опять заново обход лунок то можно начать уже не со дна а можно начать сверху то есть сначала облавливаем верхние слои воды потом средние слои воды и потом только нижние слои воды с одной стороны такая методика может показаться нудный и скучный но в этом есть принцип поиска окуня окунь рыба которая не стоит на месте рыба который перемещается и нарваться на стаю окуня будет гораздо больше шансов если облавливать его по такой методике обычно же как многие рыболовы делают они сверлиют одну лунку потом переходят после просверленной лунки через 100 150 метров сверлить опять лунку и и облавливают лунки надо дать отдохнуть если под вашей лункой не клевало то большая вероятность что через 30 40 там 50 минут вы вернетесь и в этой лунке будет стоять рыба также есть вероятность что в этой лунке уже была рыба вот так как у вас эхолота нет вы эту рыбу просто не видели и поиграв где-то там в середине или около дна не почувствовав поклевки вы ушли рыба могла стоять там выше или ниже и как я уже говорил сама игра приманкой тоже должна меняться вот эта стандартная игра которую мы часто видим видеороликах взмах пауза взмах пауза она не всегда перспективно поэтому надо пробовать разные варианты от короткого мелкого мормышания до коротких подбросов и до больших взмахов это же работает относительно блесны это же работает относительно балансира и еще друзья выходя на первый лед обязательно соблюдайте технику безопасности не выходите в одиночку обязательно берите спасалки и если лед тонкий лучше пока вообще не выходить а переждать вас всегда ждут близкие всем добра всем здоровья всем душевного спокойствия до новых встреч дорогие коллеги по увлечению